Мелинформер – французская певица, актриса и поэтесса, одна из самых известных современных французских исполнительниц популярной музыки не только во Франции, но и во всем мире. Биография Мелинформер родилась в Канаде 12 сентября 1961 года и первые годы своей жизни провела в городке Пьерфон в окрестностях Монреаля. Ее родители – французы. Отец Макс Готье был инженером и работал на строительстве Манекуаганской плотины. Мать Маргюрит Мартин занималась домашним хозяйством. В семье Мелин была третьим ребенком из четырех. У нее была старшая сестра Брижит и брат Жанлу. После Мелин в семье Готье родился четвертый ребенок, которого назвали Мишель. В начале 70-х годов у отца Мелин закончился контракт в Канаде, и вся семья вернулась во Францию и поселилась в городке Вильдавре. По словам Мелин, она не просто пережила такую смену обстановки и почти не общалась с ровесницами. Одним из ее любимых занятий было навещать детей инвалидов в больнице Гарши. Мелин пыталась во всем подражать мальчишкам. В возрасте 12 лет Мелин начинает заниматься верховой ездой. Прозанимавшись пять лет, мечтает стать конным инструктором и посвятить свою жизнь лошадям. Закончить среднее образование и получить степень бакалавра у Мелин не получилось. Она бросила учебу и ушла из лицея уже будучи в выпускном классе. В 1979 году она уезжает в Париж, где решает стать актрисой. Однако ни в театре, ни в кинороле она не получила. Самое большее, что ей удалось сняться в нескольких рекламных роликах таких компаний, как «Икея» и «Фискарес», «Начало карьеры». В этот период она познакомилась с режиссером Лораном Бутонне, автором ее дебютного сингла «Мама на торт», ставшим самым продаваемым французским диском в 1984 году. Стал же Ром Данн. В 1986 году вышел первый альбом певицы «Сендрес Дэлм». «Майлин Формер» значилась на обложке альбома. Псевдоним «Формер» был взят в честь Фрэнсис Формер. Любимая актриса Милен, что касается имени, то Милен решила его не менять. Либертин – песня, ставшая переломной в карьере Милен с этого альбома. Клип, снятый в стиле 18 века с бюджетом около 500 тысяч франков, имел оглушительный успех во Франции. В 1987 году выходит сингл «Тристана». 16 октября 1987 года выходит хит «Санс Контерфакон» песня, говорящая о двойственности полов имеет мгновенный успех. Клип развивает его еще сильнее и поднимает продажи до 500 тысяч копий. Сингл «Айн Си Сойт Дж» выходит в марте 88-го. Вслед за ним – одноименный альбом. 19 ноября Милен получает свою первую музыкальную победу, ее выбирает лучшей певицей года. А в следующем году в течение одного тура Милен провела 10 концертов в Париже, все билеты на которые были распроданы. А после его окончания сразу выходит двойной лайф-альбом «Энн Консерт». 12 сентября выходит третий сингл «Пайор Вуквел Сайен Дос». Дорогостоящий 17-минутный клип продолжает сюжетную линию «Либертин». Выйдя на экраны он произвел эффект разорвавшейся бомбы. В 1991 году выходит третий студийный альбом «Певица Лаутер». Первым синглом из нового альбома выбрано «Десенчанти», превратившись в гимн разочарованного поколения 90-х. Вскоре после выхода сингла снимается клип длиной более 10 минут. Продано более миллиона трехсот тысяч копий сингла. В июле 1991 года выходит сингл «Регресс» первой в творчестве певицы дуэт, записанный совместно с Жан-Луи Мюра. В 1992 году выходит двухдисковый альбом ремиксов «Дэнс Ремиксес». После выхода «Лаутер» Милен начинает сниматься в фильме «Джорджина», вышедшем в 1994 году, «Аноморфоси». После провала «Джорджина» Милен уезжает в США. В Калифорнии Милен работает над новым альбомом «Аноморфоси» и полностью меняет свой образ и музыкальный стиль. В некоторых песнях еще есть следы прежней меланхолии, но основной тон альбома – светлый, с чистым гитарным рок-звучанием. Турне в поддержку альбома также проходило в полном отсутствии мрачных готических декораций, только светлые декорации. С альбома было выпущено пятью синглов – «XXL» и «Instant X», «Калифорния», «Ком», «Джаймал» и «Ревер» и «Наморомента». После турне 1996 года и выпуска видеоверсии концерта «Лайффаберси» наступило затишье. И только в апреле 1999 года Милен Фермер представила слушателям свой новый альбом «Наморомента». 21 сентября 1999 года началось новое турне Милен – «Майлениум Тур», которое было сделано с большим размахом и пользовалось успехом. «Майлениум Тур» признан самым лучшим концертом-спектаклем за последние 30 лет на мировой поп-сцене. В рамках турне Милен Фермер посетила Россию с концертами в Москве и Санкт-Петербурге от 4 до 8 марта 2000 года. В 2003 году Милен опубликовала свою первую книгу «Лиза Луи-Сказочник». Философскую сказку проиллюстрировала сама певица Ализи. В 2000 году Фермер Бутон наискали молодое дарование для участия в совместном проекте. Вскоре они заметили начинающую певицу Ализи и предложили поучаствовать в проекте. Милен и Лоран написали и спродюсировали для нее альбомы «Гайрмандизи» с «Эмэс Карантас» и «Электриквиз» сингл «Мой. Лолита», для которого Милен написала слова, имела огромный успех «Лес Моц». В конце 2001 года и 17 лет музыкальной карьеры Universal издает первый сборник лучших песен певицы «Лес Моц». Первым синглом с которого стала одноименная песня, записанная в дуэте с английским певцом-силом. Диск содержит большинство хитов певицы и три новые песни. Сборник получил оглушительный успех, получив статус бриллиантового. Только во Франции было продано более полутора миллиона копий «Авант Квилломбр». В декабре 2004 года, после долгого периода тишины, Формер провела пресс-конференцию, на которой проанонсировала свой новый альбом «Авант Квилломбр». В апреле 2005 года альбом был выпущен, следом выходит сингл со скандальным названием «Факте Молл». Скандальная, грубая и провокационная она, тем не менее, быстро стала хитом радиостанций, в том числе и в России. Одноименный клип был снят в заснеженной Румынии режиссером Августином Вилларонгой. Альбом получился более акустическим, чем предыдущие. Разошелся в 800 тысяч экземпляров, что подтверждает успех певицы за рубежом, особенно в странах Восточной Европы и России, где композиция «Ламурный остриен» имела большой успех. В сентябре 2006 года Милен записывает дуэт с Моби «Слиппинг Ауэй». В январе 2006 года состоялась серия концертов «Авант Квилломбр» о Берси. Вскоре Милен озвучивает «Принцессу Селению» в мультипликационном фильме Люка Бессона «Артур и Минипуты», а также для двух следующих фильмов «Артур и Мистер Далака» и «Артур и Война Двух Миров». После этого Милен вновь уходит в тень, сообщив телеинтервью, что готовится к съемкам в фильме «Тень других русск». По роману Натали Римес «Своей лучшей подруги» «Пойнт де Сачер» в августе 2008 года вышел следующий седьмой по счету студийный альбом «Милен Формер» «Пойнт де Сачер». В марте 2008 года были объявлены концерты на 11 и 12 сентября 2009 года на парижском стадионе «Стейт де Франс». Также были объявлены концерты в Женеве на стадионе «Стейт де Джениф». Концерты в России прошли в Санкт-Петербурге и в Москве. 12 апреля 2010 года на базе двух вечеров «Стейт де Франс» был выпущен концертный DVD «Блю Нойор». Осенью 2010 года появилась информация о выходе в свет нового, восьмого по счету студийного альбома «Милен». 6 декабря 2010 года новинка под именем «Блю Нойор» достигла слушателей. Особенностью нового альбома является отсутствие среди авторов песен Лорана Бутонна. Вместо него композиторские функции взяли на себя моби «Ридоны Дариуски» и лир из британской группы «Арчев» 2001-2011. 7 ноября 2011 года певица выпустила новый сингл «Дзю Темпес», который вошел в альбом 2001-2011, представляющий собой сборник синглов «Милен Фермер» последних десяти лет. В качестве принципиально новых песен, помимо «Дзю Темпес», фигурирует еще одна. Сборник вышел 5 декабря 2011 года «Монки Эм». 3 декабря 2012 года вышел 9-студийный альбом «Монки Эм». Премьера первого альбомного сингла под названием «Аломбар» состоялась на радио 22 октября. Также была объявлена дата будущего тура в поддержку альбома, начавшегося 7 сентября 2013 года концертами в Берси. На 14 апреля 2013 года альбом достиг объема продаж более 425 тысяч экземпляров. В Бельгии «Монки Эм» получил платиновый статус, преодолев порог продаж в 40 тысяч копий. 28 января 2013 года был выпущен второй сингл «Джет и Дистаут». 7 сентября начался тур «Тимелес» 2013, состоящий из 39 концертов. 7 октября вышел третий сингл «Монки Эм». 9 декабря 2013 года вышел концертный альбом «Тимелес» 2013 и первый сингл с него «Диаболик Монанжи» «Интерстиллерис». 6 ноября 2015 года вышел новый десятый студийный альбом под названием «Интерстиллерис», который вошла исполненная в дуэте с Остингом кавер-версией его песни «Столенкар» из альбома 2003 года «Сокрет лав». Первую же неделю сингл стал лидером продаж во Франции. Дискография Студийный альбом «Исендрис де Лун», «Айнси», «Сойт Джо», «Лаутер», «Аноморфоси», «Иноморомента», «Аванквиломбар», «Поинт де Сачер», «Блю Нью-Йорк», «Монки Эм», «Интерстиллерис», «Концертные туры», «Тур» 89, «Тур» 1996, «Де Майлин Формир», «Майлиниум», «Тур», «Аванквиломбар», «Аберси», «Турни» 2009, «Тимелес» 2013. Фильмография Джорджина, Артур и Минипуты, Артур и Мистюрдалака, Артур и «Война двух миров». Библиография